привет ребятки вы на канале московский тракторист и вы наверное уже догадались где мы находимся об этом месте уже был репортаж на моем канале и конечно это лесные далее пансионат в подмосковье всего-навсего каких-то 50 километров от москвы где можно прекрасно отдохнуть вот посмотрите какой прекрасный лес позади меня воздух чистейший прям нельзя надышаться тишина поют птички и чудесная погода где-то около нуля а вот сейчас вы видите корпус в котором я остановился это шестой корпус пансионата лесные далее но естественно идем смотреть еще другие места которые прошлый раз я не снял а именно это горнолыжный спуск я собираюсь покататься если он работает и есть условия погнали вот есть такие указатели куда и как попасть вот и нашел горнолыжный спуск налево вот который вот здесь у нас получается и теперь мы туда вот там у нас главный въезд ворота а вот сюда у нас на горнолыжный спуск вот этой дорогой я пойду и посмотрю что да как все дорожки здесь чистые очищенные ходить можно спокойно и да нету снега нету даже можно ездить сюда на машине но пройтись это одно удовольствие вот мы дошли до горнолыжного комплекса здесь надо подняться по ступенькам а вот там в домике наверно прокат и оплата смотрю уже кто-то тут катается иду я узнавать что там да как что почем наверно поднимусь наверх сначала потом уже буду искать где взять лыжи боты и кому оплачивать смотрите ребятки твой вид весь открывается замечательно неплохо неплохо в общем мне не получилось покататься так как здесь нету проката но горка мне понравилось я бы прокатился с удовольствием ничего придется покупать наверно все лыжи и приезжать кататься зимой или ехать там где есть прокат мы в столовой и это у нас ужин сейчас я засниму что на ужин у нас и и и и и и и Ужин был отличный. Говядина отварная, котлетки на пару, салатик с капустой был вообще отличненький. Здесь еда на высшем уровне. Наелся и теперь уже можно идти готовиться ко сну. Пансионат Лесные Дали был создан в 1965 году. Он один из самых больших оздоровительных комплексов Московской области. Здесь можно разместить приблизительно 1161 человек. Он является оздоровительным комплексом Рублево-Звенигородским. Также в этих местах в свое время проживали художники Левитан, Репин, Серов. Здесь проживали Чехов. Даже в этих местах была дача внука императора Наполеона. Лесные дали находятся на правом берегу Москва-реки. Здесь растут лиственные, хвойные деревья, сосны. Огромная территория, где можно совершать пешие прогулки. А также можно брать на прокат велосипеды, самокаты. На лошадях можно здесь покататься. На берегу есть пляж и пристань, где можно взять лодочки или катамараны. Это в летнее время. А в зимнее время, как сейчас, можно просто гулять и наслаждаться чистым зимним морозным воздухом. И, естественно, здесь отличное питание. Оно трехразовое и очень вкусное, с натуральных продуктов. Сейчас у нас обед. И мы пойдем в столовую и посмотрим вместе, что у нас на обед. Мы находимся в главном корпусе и сейчас двигаемся в столовую. Субтитры сделал DimaTorzok Вот у нас салаты разные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Вот и закончился мой отдых в лесных далях. ДимаTorzok 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 ДимаTorzok